это сериал pretty cure силы надежды прикюр взрослая пора как он на кранч роли называется power hop прикюр full bloom полное цветение по-английски кубон очка раутона pretty cure 23 по японской версии то есть то что 2000 2023 2023 года да 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 это прямо получилась интересная штука поэтому как бы я давно когда-то видел еще трейлер я понял что надо глянуть глянул это это прямо интересно получилось не уверен что будете смотреть то как но поэтому хочу рассказать напомню что у студии то есть огромнейшая франшиза перекро который пройти к юр как называется да да это в этом году исполняется 20 лет он вышел в эфир 2004 году первая серия при его прикюрсора да 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 причем они вижу они настолько популярны что участвуют даже в журнале она на этом модный журнал там прямо они на обложках уже там регулярно кстати они мои персонажи на обложках появляется хотя как журнал немножко не об этом но в общем самый первый сериал 2004 года был про и парочку девочек-волшебниц собственно так назывался футари в апротикюр эти двое милые лекарства по сути да было два сезона по 49 серий то есть они сразу нага так забахивают сериал ну то и они умеют там везде в каждом из сериалов по 45 49 серий это был 2004 2006 год два сезона про этих девочек потом был pretty cure splash star второе поколение девочек пошло то есть там поколение меньше чем сезонов сериал тоже там не каждый раз менялись девочки и вот на сегодняшний день там 20 сезонов и 18 поколений воинов ну матросках назовем по условно красивых платьях ну здесь только 13 поколений тушит 15 годовщина на самом деле кадр то есть реально их еще больше за пять лет набежала еще очень реально каждый год снимаю сериал начинается с глубокого нырка потому что а потому что как бы среди мужиков этот не очень популярный франшиза мы были с тобой в музее то и и там между прочим юноша приходил в косплее по прикюру да да так же мужиков безумства храбрых поем и песню да не 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 она очень популярна естественно это все прямо хорошо пошло так вот сейчас идет 20 сезон хирогару skyprocure я даже про него как ни странно рассказывал немножко потому что там был какой-то интересный момент с этим связанный я помню рассказывал про серию погружался франшизу что называется летим высоко хирогару sky разбираться нам в этом в общем не надо для этого все японские школьницы но так уж вышло что на юбилей на 20 лет франшизы решили сделать что-то особенное три года назад они уже делали что-то особенное для предыдущей франшизы в этом драме в поисках вашего слова вошедства это предыдущая франшиза студии таи было оджама джо дарами эти вот девочки волшебница дарами кто-то может быть помню у меня где-то брелок для рюкзака был от них куплены с печати между прочим а в поисках волшебства и такая полнометражка была очень милая тубляжом от рени меди кстати выходила у нас и там прямо про трех женщин которые в детстве смотрели сериал такая очень ностальгическая вещь и как раз вот это вот дарами шла 4 сезона до пройти курс 2000 по 2004 год а теперь вот с 2004 года пошла пройти к и и вот они решили тоже сделать в двадцатилетию всей этой эпопеи да вот это вот все сериалы пройти кюр выходили на тв асахи на телеканале а но этот решили показать на иначке и е это ночке иди кэшнл обучающий первый первый японский учебный канал как бы ну школьники вот смотрится так далее то есть они как-то договорились даже со студиями со всеми и в общем выпустили он единственный кто идет не с февраля как все остальные сезона с октября то есть начался вот только что в главных ролях здесь героиня третьего поколения девочек из сериала выходившего 2007-2008 годах назывался еспрекюр 5 5 5 рада еспрекюр 5 google еще продолжение вот его то есть два сезона у них тоже было а это получается прямой сиквел который прошел спустя 14 лет после событий там кстати девочки спасают волшебные в том числе спасают спасают волшебное королевство от разорения злыми силами там вот эти зверюшечки красивые это их маскоты они как раз живут в этом волшебном королевстве они могут перемещаться между мирами в нашем мире они в виде людей конечно появляется и не буду подробно описать я скажу что я все не так понял кто должны река смотрится сезонная уверен просто в этом так вот и получился что прямой сиквел получился как бы сказать там очень горьким ну что прошло 14 лет девушки выросли погрузились во взрослые проблемы это примут на отмашь получается бьет кстати интересный сериал начинается с 3d шиного кота в спагах таевского знаменитого то есть прямо заставка таяния мыши них очень круто да главная героиня но зоме она кир dream ведущая как бы главный персонаж работает сейчас учительницы в школе например примут реально все вот эти девочки вот они как там есть кадры как они росли как они учили школе и так далее вот это их волшебный мобильник с помощью которой они трансформировались когда-то да в общем она сейчас работает учительницы в школе пытается разобраться с проблемами детей там ну преподает уроки все такое ее лучшая подруга кюр руж рыжий да рин она неудачливый дизайнер что модных украшений она и вечно не везет там и дизайна плохо принимает школьного все футбол играла а тут вот перешла на модные украшения но иногда все равно бегает играть потом есть еще такая вот она пытается рассказывать как все будут счастливы этическими дост этическим добыванием бриллиантов африки там интересные темы взрослые всех этих докладов и так далее затронуты то есть примут бьют на отмышь самое сердце людей которые уже выросли урара есть cure лимонад желтенькая вот это она пытается стать актрисы на нее конечно орет ее режиссер и поэтому там тоже все очень очень печально кюр минт комати она пытается стать писателем все время держит с собой записную книжку записывать какие-то мудрые мысли и так далее и еще одна из главных персонажей cure аква карен она работает доктором и стоит большого труда поладить как-то с травмированными детьми то есть девочка спортом занимался сломала ногу растянула и понимаю что она уже в школе не добьется никаких результатов школу на заканчивает уже скоро и так далее в общем прямо сплошные но и даже не трагедия вот это вот взрослая жизнь девочки волшебницы не помогут так так да и по вечерам они собираются в кафе баре под говорящим названием time время причем чтобы побухать я не шучу я серьезно и взрослые люди ходят в бар ты понимаешь чем сериал да вот про девочек волшебный сейчас посмотрю про девочку волшебниц девочки волшебницы бухают в баре причем кроме шуток там мало того что они вот реально пиво алкоголь и коктейли то есть это точно не соки потому что там даже кого-то приходится в пьяном виде тащить домой в каких-то у них по цветам скоординированы напитки кто-то кто-то яблочно любит кто-то лимонный но по-моему они в разные пьют у короче реально вот приходится тащить домой вот я на видите то есть это причем это на самом деле вот это вот фиолетово это ее маскот было когда-то они до сих пор она к ней в ретре не приезжает то есть она вот раз превратилась по пьяной лавочке обратно но тем не менее до алкоголь часть 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 взрослой жизни получается да то есть это настолько шоковый для детского сериала учебном канале что просто не знаю мы детки сериал дома мы давно смотрят ну да да в том-то и дело что это рассчитано тех кто 14 лет назад смотрел ребенком это все кого-то парень пытается бросить я думаю нам лучше расстаться пишет там говорит на кого-то режиссер утарет там и так далее а в общем где-то рядом бегают маскота волшебные зверюшки из волшебного королевства которые при появлении в нашем мире превращаются в девушек парней кого-то они уже не видели много лет потому что например король такой весь и себя очень занят проблемами королевства кто-то рядом тусит постоянно то есть все нормально вот там прилетел красавчик в общем волшебное королевство она у нее свои проблемы потому что у них кончается вода там тоже какие-то внутренние тоже тонкости как просить соседние королевства чтобы помогли и так далее в общем везде политика даже бывший злодей работает теперь вот он такой риэлтором вот в бунт беда это он и работает риэлтором и уговаривает людей на реновацию старых данчик хручевок вот этих он там приезжает и пытается все это облагораживать в общем там есть совершенно убийственный эпизод когда вот они девушки приезжают в эти данчи а там а там из местных одни старики потому что дети разъехались детская площадка пустая и ржавеет это прямо это прямо под их удар на самом деле это же это извечно сейчас проблема японии старения населения тут прямо на вот мышь они показали это конечно что даже площадке написано не садится но все ржавые старые никому не нужно а в городе сказочный сериал блин называется все помойка и все такое это просто а то в селвермун помоек не было не были конечно но тут просто ну блин детский сериальчик сел посмотреть да а в городе происходит что-то странное там что-то похищает у людей тени которые превращаются в монстров которых даже не видно на камеры там и полиция ничего не может сделать и в общем с этим тоже отдельная история связана стоит за этим некая злодейка был которая считает что время не остановить то есть вот буквально по ком звонит колокол был да получается вот на камеру этих монстров не видно то есть мобильный телефон их даже не записывает вот она это был она явно пришла из тех еще времен в общем вот такая странная история причем в и в волшебном королевстве расцветать начинают некие цветы времени злые цвет цветки времени вот там часовым циферблатом как то это все завязано пока еще не объясняют как но но это прязан дурной признак явно что-то плохое готовится и есть еще какой-то странный youtube-канал все очень современно с каким-то совершенно нечеловеческими ведущими голоса нечеловеческие москоты нечеловеческие они расскажут какие-то очень странные истории сюрреалистически абсолютно то есть комментируют там какие-то мелкие ролики но они указывают места где будет следующий прорыв теней то есть они явно что-то знают больше чем чем рассказывать это тоже прямо интересно и как бы странно причем девушки сами уже давным давно потеряли возможность превращаться в воинов когда-то они отложили волшебные мобильники шкаф в ящик с детскими игрушками и они исчезли оттуда больше их там нету но когда возникает опасность они одна за другой начинают пробуждаться потому что надежды вот да да буквально сила надежды это название сериала да они причем находят силы помолодеть и превратиться в тех самых претикюр чтобы побеждать этих теней и они действительно в этот момент молодеют буквально то есть вот она превращается школьницу то есть это такой последний всплеск молодости я не знаю как это на самом деле смотришь а это очень горько выглядит между прочим но они действительно распинывают этих монстров то есть как бы но с этим надо что-то делать потому что это вот это неумолимое время это прямо борьба с ним идет это как бы ох это же реально в общем непонятно как к этому относиться дальше как к сериалу который пытается свести вместе перед экраном и родители и детей да да там даже не знаю родители больше чем детей наверное даже причем интерес к ним в бар еще заваливается четверо потом из предыдущего сериала pretty curse flash star который предыдущий сезон то второе поколение девочек они там тоже тусят я не знаю что там будет дальше монстры намеренно сделаны в 3d они такие примута не человеческие во всех смыслах такие без теней конечно то есть прямо так и дешевые 3d графики она здесь явно намеренно сделано именно в таком стиле вообще сериал сериал не очень дорогой на самом деле он дешево поставлен но как бы тут такой жанр который не требует прямо супер богат богат у держишь у них карте ролики старых сезонов они смотри пиксельные то есть они тоже прошло 10 лет там только только на цифру стали переходить там качество еще не очень было они примут пикселизованные фрагменты которые они ставят иногда из старых кадров в общем половину серии каждую половину каждой серии они сидят и бухают а ты сидишь и давишь поступивший горлуком потому что вот это реальное прощание с детством то есть лучшие эпизоды тут эпизоды взрослой жизни когда они сталкиваются с таким чем заклинаниями не поможешь только вот силой духа вот сериал именно те кто 14 лет назад смотрел в детстве этот сериал и и вырос и отложил игрушки уже давно кто не смотрел хотя бы имеет представление что такое практикура вы теперь имеете представление смотреть будет интересно потому что как бы что-то там еще готовится общее ощущение это конечно сериал про неумолимое время ведь кстати когда-то же случается момент когда выходишь во двор поиграть с ребятами последний раз и не знаю что он последний вот у кого-то у всех есть этот момент жизни и вот и здесь тоже это примут ощущение она прямо очень четко передано ох я тут начал к картинок на у всех свои взрослые проблемы я думал заправляться и не раз выходил во двор им бы играть ребята да 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 это примут и она такое ощущение вот есть это вот здесь они все по очереди превращаются тому обретают свои вспоминают чем вдохновлялись как это все начиналось в общем это примут хороший ход красивые вспомните детство но в современном виде и конечно прямо очень пронзительными местами то есть он недорогой реально он нарисован простенько у него анимация не крутая но в нем что-то цепляет душу на реально сделан с любовью для тех кто это когда-то смотрел в детстве прямо прямо такой вот пронзительная ох я тут много нащелкал то давайте лучше да режиссер кстати такая юки хамана который снимал арты это вот такой сериал про художницу средневековой италии и еще кстати я уже я рассказывал про принцессу растяпу ракудай мачо это тоже его мастер вот таких вещей детских в общем я что называется предупредил сериал такой горько-сладкий совсем непонятно куда он метнется дальше я надеюсь что он не свалится в детские решения взрослых проблем потому что тут и они умудряются писать два слоя и взрослый и приключенческий то есть чтобы и детям то был чем посмотреть возможно кто-то уже со своими детьми смотрит так что прямо прямо на самом деле не скажу что гениально то есть с точки зрения анимации все плохо но он хороший в смысле что он вот это вот по ностальгии бьет по вот этим тонким струнам души по всему вот этому и там есть довольно серьезные жестокие эпизоды там и и вы и пьющие отцы там и все там как бы проблемы взрослые которые девочки волшебницы просто не не справится потому что это не их уровень это них них как бы компетенция решать эти проблемы тут только взрослые могут решить это прямо вот очень сильно показано так что вот сериал называется от она при прикюр 2023 или по-русски силу надежды прикюр взрослой пара я надеюсь что студия да и нас не забанит за скриншоты из анима потому что они учим любят это делать с ютюберами даже за скриншоты а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok